Я приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире Вести Утро Кабардино-Балкария в студии Мадзина Урусова. И начнем с главной темы. Сегодня первый массовый экзамен по русскому языку, который сдают все выпускники. Будут задействованы все пункты приема экзаменов. В республике их 38. Напомню, что порядок проведения ЕГЭ очень жестко оговаривает наличие технических средств. В этом году телефоны категорически запрещено заносить в аудиторию не только детям, но и организаторам. В пункте будет находиться один телефон при штабе. Этого вполне достаточно на 3-4 часа, которые будет длиться тестирование. Никто детей обыскивать не будет, но если телефон заметят, ребенка удалят с экзамена без права пересдачи в этом году. Что ж, всем ни пуха ни пера, а мы продолжаем выпуск. За честный ЕГЭ на Северном Кавказе. Под таким девизом на территории страны реализуется программа, в рамках которой студенты и аспиранты контролируют проведение экзамена в регионах. В Кабардино-Балкарии общественными наблюдателями на пунктах приема ЕГЭ стали студенты Аграрного университета имени Кокова. Делегация в составе 10 человек накануне выехала в республику Дагестан. Ребят провожали преподаватели и ректор Аслана Пажев. По обращению Российского союза молодежи за подписью Красноруцкого на имя ректора нашего Аграрного университета Пажева Аслана Корольбевича, были отобраны студенты для принятия участия в пунктах проведения ЕГЭ, как федеральные общественные наблюдатели. В связи с чем был объявлен конкурс среди студентов. Студенты проявили сами инициативу в принятии участия в данном проекте. Ребята пробудут в Дагестане 10 дней. Вторая делегация студентов отправилась в Ставропольский край сегодня утром. Известный московский кардиохирург проведет прием в Республиканской детской клинической больнице. Бригада врачей из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева во главе с профессором Константином Шаталовым проведет консультации детей, у которых впервые выявлен диагноз врожденного порока сердца. Сначала врачи побывают в районных больницах, а затем проведут прием на базе РДКБ. Специалисты обследуют малышей и проведут отбор пациентов, которым необходимо оперативное лечение. Кроме того, запланирован контрольный осмотр прооперированных ранее детей. Мухаддин Кишев представляет визуализацию гимна красоте в Испании. Экспозиция работ народного художника Кабардино-Балкарии, действительного члена Российской и Европейской Академии Художеств, откроется сегодня вечером в Мадриде. Приглашение на выставку получила и съемочная группа нашей телекомпании. И еще одно культурное событие. В Москве, в музее Серебряного века, сегодня состоится авторский вечер народного артиста Кабардино-Балкарии, композитора Мурата Кабардокова. Нашему земляку сегодня есть чем гордиться. В свои 27 Мурат стал самым молодым народным артистом республики. Принял участие в создании гимна Нальчика. В программе авторского вечера цикл пьес для фортепиано по картинам Руслана Циримова, сюита для трепетного голоса и фортепиано на слова Федерика Гарсия Лорки и черкесские танцы для скрипки и фортепиано. Концерт пройдет при поддержке Минкульта России и Фонда черкесской культуры Адыги имени Юрия Калмыкова. И последнее. Юные футболисты из детских домов Кабардино-Балкарии сразятся за поездку в Лондон. В Сочи определились финалисты открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В числе претендентов на победу и Эльбрус из Кабардино-Балкарии. Ребята из Нартановского интерната будут сражаться за главный приз турнира – поездку в Лондон в гости к игрокам знаменитого футбольного клуба «Арсенал». Соперником наших юных футболистов станет команда из Адыгеи. И пока это все. Далее эфир продолжат мои московские коллеги. А мы увидимся уже в следующем часе. Я приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. И начнем с главной темы. Сегодня первый массовый экзамен по русскому языку, который сдают все выпускники. Будут задействованы все пункты приема экзаменов. В республике их 38. Напомню, что порядок проведения ЕГЭ очень жестко оговаривает наличие технических средств. В этом году телефоны категорически запрещено заносить в аудиторию не только детям, но и организаторам. В пункте будет находиться один телефон при штабе. Этого вполне достаточно на 3-4 часа, которые будет длиться тестирование. Никто детей обыскивать не будет, но если телефон заметят, ребенка удалят с экзамена без права пересдачи в этом году. Что ж, всем ни пуха ни пера. Мы продолжаем выпуск. За честный ЕГЭ на Северном Кавказе. Под таким девизом на территории страны реализуется программа, в рамках которой студенты и аспиранты контролируют проведение экзамена в регионах. В Кабардино-Балкарии общественными наблюдателями на пунктах приема ЕГЭ стали студенты Аграрного университета имени Кокова. Делегация в составе 10 человек накануне выехала в республику Дагестан. Ребят провожали преподаватели и ректор Аслана Пажев. По обращению Российского союза молодежи за подписью Красноруцкого на имя ректора нашего аграрного университета Пажева Аслана Корольбевича были отобраны студенты для принятия участия в пунктах проведения ЕГЭ, как федеральные общественные наблюдатели. В связи с чем был объявлен конкурс. Среди студентов. Студенты проявили сами инициативу в принятии участия в данном проекте. Ребята пробудут в Дагестане 10 дней. Вторая делегация студентов отправилась в Ставропольский край сегодня утром. Известный московский кардиохирург проведет прием в Республиканской детской клинической больнице. Бригада врачей из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева во главе с профессором Константином Шаталовым проведет консультации детей, у которых впервые выявлен диагноз врожденного порока сердца. Сначала врачи побывают в районных больницах, а затем проведут прием на базе РДКБ. Специалисты обследуют малышей и проведут отбор пациентов, которым необходимо оперативное лечение. Кроме того, запланирован контрольный осмотр прооперированных ранее детей. Мухаддин Кишев представляет визуализацию гимна красоте в Испании. Экспозиция работ народного художника Кабардино-Балкарии, действительного члена Российской и Европейской Академии Художеств, откроется сегодня вечером в Мадриде. Приглашение на выставку получила и съемочная группа нашей телекомпании. И еще одно культурное событие. В Москве, в музее Серебряного века, сегодня состоится авторский вечер народного артиста Кабардино-Балкарии, композитора Мурата Кабардокова. Нашему земляку сегодня есть чем гордиться. В свои 27 Мурат стал самым молодым народным артистом республики, принял участие в создании гимна Нальчика. В программе авторского вечера цикл пьес для фортепиано по картинам Руслана Церимова, сюита для трепетного голоса и фортепиано на слова Федерико Гарсия Лорки и черкесские танцы для скрипки и фортепиано. Концерт пройдет при поддержке Минкульта России и Фонда черкесской культуры Адыги имени Юрия Калмыкова. И последнее. Юные футболисты из детских домов Кабардино-Балкарии сразятся за поездку в Лондон. В Сочи определились финалисты открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов в числе претендентов на победу и Эльбрус из Кабардино-Балкарии. Ребята из Нартановского интерната будут сражаться за главный пресс-турнир о поездку в Лондон в гости к игрокам знаменитого футбольного клуба «Арсенал». Соперником наших юных футболистов станет команда из Адыгеи. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин